Здравствуйте! Сейчас мы сделаем второе мыло с нуля. И я буду использовать рецепт номер два из сборника 21 Проверенный рецепт для мыла с нуля, который вы бесплатно можете скачать с нашего сайта. Мне для этого рецепта понадобится кокос, миндаль и какао. Но взвешивать удобнее начинать именно с раствора щелочи. Потому что пока он будет остывать, мы займемся маслами. И тогда мы не будем зря тратить времени. Поэтому сначала взвесим воду. Вот я взвесила воду и щелочь. И аккуратно всыпаем щелочь водой. Сразу же помешивайте, чтобы у вас крупинки щелочи не осели. Этот раствор достаточно сильно нагревается. И ему нужно будет побольше времени, чтобы остыть. Отставляем и занимаемся маслами. Для этого рецепта мне нужен кокос 75. Какао 100 грамм. Даже, допустим, этот кусок, если весит 100 грамм, не кидайте его таким большим. Чтобы какао быстрее расплавилось, его лучше нарезать на небольшие кусочки или даже стружки. Тогда он быстро разойдется и вам не придется ждать долго. Потому что это одно из самых твердых масел, которые мы используем. Я взвесила масло, теперь их нужно нагреть в микроволновке. Возможно, у вас возникнут какие-то вопросы во время ваших мыльных опытов. Поэтому я приглашаю вас на наши мастер-классы. Они проходят у нас в магазине Мама Мыло по воскресеньям два раза в месяц. Совершенно бесплатно. Их ведут очень опытные мыловары. Вы получите ответы на все свои вопросы. А сейчас я уже готова смешивать масла с щелочью. Добавляем раствор щелочи в нашу масляную смесь. Немного помешаем. Видите, она уже начинает мутнеть. И излучаем блендер. Разница температуры масла и щелочи должна быть не больше десяти градусов. В принципе, такую температуру вы можете почувствовать, просто потрогав емкость руками. Но для большей точности вы можете использовать градусник. Смесь мыльной уже начинает оставлять след. Это значит, что уже у меня она готова. Для того, чтобы ее начать смешивать. Для того, чтобы начать ее смешивать с красителем. Часть мыльной смеси я отложу. Я хочу оставить ее чистой. В оставшуюся я добавлю краситель. Это жидкий пигмент российского производства. Это уже готовый краситель, который нужно добавить. Сколько я добавила? Где-то одна, я бы сказала, треть чайной ложки. Так, по ощущениям. Размешиваем. Очень приятно получился такой вкусный тон. Выливаем в формочку. Теперь я хочу показать мой любимый прием разделения слоев с помощью какао. Нужно просто посыпать сверху корошком какао. Равномерно, аккуратненько. Со всех сторон. И у всех укладываем просто нашу оставшуюся часть мыла. Вот мы скрыли нашу розовую часть посыпанной какао. В принципе, вы можете палочкой добавить какой-то фактурки вверху мыла. Особенно это хорошо получается, когда мыло чуть застынет. Но можно оставить и ровным. Для этого нужно просто потрясти. Вот оно тогда будет ровненьким. Теперь нам осталось это мыло укутать в слофанчик и положить в теплое место до завтрашнего дня. А завтра мы его разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Прошел день. Мыло стало твердым. Его можно доставать из формы. Вот какой брусок у нас получился. Давайте его отрежем с краев. Небольшие пластинки. Ой, какая красота. И нарежем на кусочки толщиной 2 см. Вот что у нас получается. Осталось поставить в сухом месте на 2 недели. Через 2 недели можно пользоваться. Только, будь твой зелень. Вами очень. Потом destroy демон, его раньше высочNew. Ваш своего твою добавлены на аминь. Во-вторых. Продолжение следует... Продолжение следует...